МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Водки и женщину с ребенком. Житель Касимовского района взял в заложники бывшую тещу. Документы в порядке, а вот хлеба и зрелищ хватило надолго. Неожиданны результаты очередного рейда. Казнить нельзя помиловать, где поставить запятую, если речь о возвращении в Россию смертной казни. Докатились. Теперь и наша область знает, что такой грабеж и захват заложников. Размах скромнее. Вместо сумки с деньгами и вертолета злодей согласен на водку, а в качестве жертвы не дипломат, а бывшая теща. «Сережа, Сережа, не надо. Я понял. Я сказал, пузырь водки и мясо». «Сейчас найдем. Я привезу сейчас». «Поречье». «Самогонка пойдет?» «Пойдет». «Везу, Серега. Все. Поречье». «Без возму. Все. Везу. Все». Бедная женщина натерпелась страха, пока касимовские полицейские вели переговоры. Действовать пришлось аккуратно. Хозяйку дома в любой момент могли зарезать. «Я первым подошел к входной двери, увидел, что она раскрыта настижь, а дверь в доме закрыта». Как выяснилось позже, накануне происшествия мужчина, страдающий наркозависимостью, открыто похитил из местного магазина спиртное, после чего отправился выяснять отношения с бывшими родственниками. «Стал требовать, чтобы к нему вызвали его жену в обмен на то, чтобы он пустил бывшей дочери. И привезли его дочь. Я узнал, что жена его находится в этот момент в Рязани. С ней созвонился, объяснил ситуацию, просил ее приехать. Она сказала, что выезжает». В качестве тяжелой артиллерии привлекли и мать злоумышленника, но ее появление только разозлило мужчину. Пришлось прибегать к крайним мерам. В сторону нарушителя были произведены выстрелы из стабильного оружия. В результате заложница спасена, а ее незваный гость с огнестрельным ранением госпитализирован в Центральную районную больницу города Касимова. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Предварительно действия у полицейских признаны правомерными, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – грабеж и захват заложника. За это грозит до 15 лет лишения свободы. Еще одна неприятная новость из Касимовского района. Местный житель подозревается в убийстве своей матери. Тело жертвы с многочисленными ранами было обнаружено в квартире. В ходе первоначальных следственных действий был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 35-летний сын убитый. С его слов, между ним и матерью произошел конфликт, в ходе которого сын несколько раз ударил свою мать топором. Сейчас подозреваемый под стражей пытается объяснить следователям причину своего жестокого поведения. Изготовление хлебобулочных изделий – процесс сложный и трудоемкий, скажут сотрудники любой пекарни или хлебозавода. Производство сейчас хоть автоматизируют, а без людей все равно не обойтись. Труд приезжих, разумеется, обходится дешевле. Главное, чтобы закон соблюдали. Когда сотрудники полиции ехали проверять документы мигрантов, трудящихся на предприятии «Рязаньхлеб», они не могли представить, насколько трудно будет забыть открывшуюся их взору картину. Вместо румяного душистого хлеба – куча мусора, грязь, плесень и сплошная антисанитария. Хрустящие булочки тоже имеются, но валяются они прямо на полу, практически между скромными пожитками рабочих. Люди живут на территории завода. Аппетит после такого пропадает надолго. А самые главные документы у всех 49 тружеников из ближнего зарубежья оказались в полном порядке. Миграционная служба может спать спокойно. Это уже дело Роспотребнадзора. Напомню, что два года назад предприятие «Рязаньхлеб» уже попадало в поле зрения полиции. В ноябре 2013-го здесь погиб 28-летний рабочий. Мужчина упал в приемную воронку для теста. К другим темам. Рязанские наркополицейские обнаружили и изъяли 11 закладок с синтетическими наркотиками, которые доставил в Рязань наркокурьеры «Стулы». Цепочка оказалась длинной. Ранее тульские коллеги обезвредили четверых участников организованной преступной группы. Молодые люди в возрасте от 23 до 29 лет позиционировали себя как интернет-магазин по продаже психоактивных веществ новых видов. В ходе обысков у них изъяли свыше килограмма наркотиков. Услугами дилеров пользовались и рязанские наркопотребители. Наркокурьер лично организовал серию тайников. Но оперативные сотрудники вовремя отыскали их в подъездах домов на улице Весенние, Чкалово, Магэс и Октябрьский городок. Возбуждены уголовные дела. Политики, эксперты и журналисты в очередной раз вернулись к обсуждению такой темы, как возможное снятие моратория на смертную казнь. Сейчас в Госдуме находится несколько законодательных инициатив, связанных с высшей мерой. Но прямых сигналов к действию как будто бы нет. Некоторые считают, что это невозможно. Слишком гуманное у нас государство. Оно в принципе не должно быть инструментом мщения. В один голос кричат спикеры. Россия общим аршинам европейского образца мерить себя уже не желает. Подходящий момент для отмены смертной казни в России, кажется, не наступит никогда. Всякие разговоры на эту тему вроде бы не ко времени. Зато призывы казнить за жестокие преступления звучат постоянно. Мы их слышали, например, когда был оглашен приговор битцевскому маньяку, признанному виновным в 48 убийствах и трех покушениях. Звучали они и после громких терактов. Ни в одной стране общественные мнения не одобряют милосердие государства к душегубам. Нужна политическая воля. Не будь ее, просвещенная Европа до сих пор практиковала бы казни по просьбам трудящихся. Владимир Путин до сих пор ни разу не поддержал идею вернуться к высшей мере. С точки зрения вероучения православной церкви убийство всегда грех. И оно не может быть оправданно ничем. Поэтому официальная позиция церкви всегда будет, скажем так, негативной по отношению к любому убийству. Будь то война, будь то введение смертной казни. Дело, конечно, не только в исторической традиции. Не в том, что христианская заповедь «Неубий» в России веками сочеталась с жесточайшими казнями. Не в том, что на главной площади страны церкви и поныне соседствуют с лобным местом. Дело в сегодняшних реалиях. Пока ежедневно на просторах страны человеческая жизнь истребляется самым жестоким образом, пока она не стоит ни копейки, до тех пор общественное мнение будет восставать против упразднения высшей меры. Но если говорить о нашей стране, то я должен сказать, что тот, кто против смертной казни, как я всегда говорю, мне представляется этот человек, вот такого образа, идеальный человек, у которого все в доме благополучно, в семье благополучно. У него никого не ограбили, не изнасиловали, не убили и так далее. Поэтому он так может рассуждать. И другая ситуация, конечно, особенно в отношении детей и в отсутствии других каких-то более жестких, более превентивных мер. Сами же споры о том, не пора ли нам приобщиться к мировой цивилизации, исключающей из правового обихода пулю, электрические стулы или биселицу, уже стали в России навязчивыми до отвращения, по причине их полнейшей бесплодности. Иногда кажется, если на что и пора вводить мораторий, так, пожалуй, на эту дискуссию, лишенную в наших общественных обстоятельствах всякого практического смысла. Вот в России бы, наверное, нежелательно введение подобного, поскольку, к сожалению, мы же, наше общество, мы не умеем честно и, скажем так, безэмоционально, безличностно распоряжаться властью, которая дается людям. Как жить? По закону или по совести? Для многих людей моральные нормы гораздо важнее официальных догм. Особенно в случаях, когда решать приходится с позиции не права, а морали. Например, в вопросе об отношении к абортам, к незарегистрированным бракам, к самоубийству, к попыткам откосить от армии и так далее. Вроде бы не запрещено, но допустимо ли? Мы довольно лояльны к идее эвтаназии, но категорически не одобряем самоубийство. Разводы осуждаем чаще, чем сожительство без брака. Своеобразные у нас моральные кодексы, которые, кстати, сильно отличаются у людей разного пола или возраста, но очень мало зависят от места жительства и дохода. Смертную казнь в России 68% населения считают приемлемой и допустимой. И лишь четверть записалась в ее принципиальные противники, что уже само по себе показательно. Для меня, как для психолога, в этом две важные вещи. Первая вещь – это то, что уровень тревоги сейчас в нашем обществе чрезвычайно высок, а там, где тревога, там очень много самых глубоких, самых древних чувств, которые есть у человека – это страх и злость. Именно в этот момент усиливаются попытки создать иллюзию большей безопасности с помощью всевозможных ужесточений мер наказания. На самом деле народ недоволен практически всегда. Он осуждает любые принятые решения, намекая на то, что принимаются они в куларах власти, и мало учитывается мнение обычных жителей. Мы вышли на улицы Рязани, чтобы спросить людей, что они думают по поводу возможного возвращения смертной казни. Могут вернуть смертную казнь. Ваше мнение? Отрицательно отношусь к этому. Против. Не могу ответить на этот вопрос. Ну, если чекатило, я бы его, конечно, убила. Если мы берем по жестоким убийствам детей, изнасилования, я думаю, что данные люди, пусть они должны жить. Затрудняюсь ответить. Наверное, казнить. Знали, неполадно было остальным. Нет, категорически против. Потому что за того же чекатило было расстреляно несколько человек. Ну, знаете, маму, которая получает, извините, пожалуйста, мы по ошибке расстреляли. Все, нет, а потом, нельзя, жизнь дается, и никто не имеет права ее отнимать. Спросили мы и ветеранов ВСИН, что они думают о возможном возвращении смертной казни. Те долго вспоминали годы службы, сравнивали, горевали, что сегодня преступники молодеют и гробят сами себя. Но вот вопрос. Жалко ли их после того, за что они оказались на зоне? Пожизненное заключение, если чисто философски сравнивать со смертной казнью, оно является более тяжким для человека. В части того, чтобы в полном объеме, я не знаю, может это быть или не может, вот, но в какой-то части, по каким-то статьям, особенно связанное с педофилией, изнасилуем несовершеннолетних, убийство пожилых, так сказать, истязание. Я бы хотел, чтобы к этим людям, так сказать, применяли, значит, смертную казнь. За тяжкие виды преступлений человек, который совершает на грани психически нормального, смертная казнь, конечно, является панацеей, пусть неполной, пусть вот со всеми издержками, но оправдать ее в этом понимании можно. Недавно был в Германии в тюрьме, значит, для особо опасных преступников, там есть у них превентивное заключение. То есть, в двух словах, этот человек может всю жизнь находиться в тюрьме, если психолог, который находится в Штатах суда, дает заключение, что он способен и дальше продолжать преступную деятельность. Вот если вот такой институт будет, тогда я против смертной казни, потому что у меня есть гарантия, что моего близкого, моего дитя, вот такой преступник не тронет, потому что он под ответственностью, соответственно, органов юстиции находится на тюрьме заключением. Вопрос жизни и смерти поставил перед судом один из отбывающих пожизненный срок. В теперь уже далеком 1993 году гражданин был приговорен к смертной казни. Пытаясь спастись от расстрела, он подал прошение о помиловании. Бумага ушла в Кремль, а осужденный на 6 лет завис в состоянии между жизнью и смертью. Даже когда был объявлен мораторий на смертную казнь, судьба преступника продолжала висеть на волоске. Приговор никто не отменял. А в слове мораторий есть что-то временное и неустойчивое. Наконец, в 1999 году президент издал указ о помиловании, заменив осужденному смертно-пожизненное заключение. Человек переехал из камеры смертников в колонию для вечных сидельцев. История оказалась закрыта, но нет. Прошло 10 с лишним лет, и арестант подумал, что президент был неправ, не так помиловал. В суде осужденный попытался доказать две вещи. Первое, менять смерть надо было на конкретный срок, так как в момент совершения гражданином преступлений Уголовный кодекс не предусматривал пожизненного лишения свободы. Второе, вечный срок хуже смерти, поэтому помилование, по сути, милостью не стало. За жалобой, надо полагать, стояли не столько чувства, сколько тонкий расчет. Ведь изменение срока могло означать автоматическое освобождение, либо освобождение вот-вот. Арестант считал, что ему должны были назначить в качестве компенсации за несостоявшуюся смерть заключение на срок от 15 до 20 лет. Так что вполне могло оказаться, что сейчас все сроки у человека вышли. Однако высшая судебная инстанция развеяла эти надежды. Они с экрана телевизора вещают о том, что лучше смертная казнь, чем вот такая жизнь. Но я вас уверяю, ни один не подал ходатайство о том, что забранили ему пожизненное лишение свободы смертной казнью. Все-таки плохая жизнь в этой жизни, чем смертная казнь. Наверное, надо прояснить интересный для юристов момент. Осужденный надеялся, что на процедуру помилования распространяются те же правила, что и на судебный процесс. Суд не смог бы сам заменить смертную казнь на пожизненный срок, поскольку такого наказания Уголовный кодекс до поры не знал. Жалко одно, преступники, приговоренные когда-то к высшей мере и ныне отбывающие бессрочное наказание, только в тюрьме вспомнили, что они тоже люди, а значит и к ним должны относиться гуманно. Где же были эти человеческие ценности и постулаты, когда убийцы и маньяки расправлялись с очередной невинной жертвой? Наши 15 минут истекли. Берегите себя и увидимся ровно через неделю. Надеюсь, по разной стороны экрана. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова